Раньше были леденцы с народным названием «собачья радость» – самые непритязательные конфетки. Зато теперь собакам живется не хуже, чем их хозяевам. Даже угощения у них свои, специальные. Предприимчивая Екатеринбурженко освоила новую профессию, стала собачьим кондитером и делает для друзей. Человека специальные, кстати, не сладкие угощения. Как выглядят собачьи торты, узнаем прямо сейчас. Иди, Яш. На. За лакомство крошечная Дуся готова драться, даже если противник больше в несколько раз. Ведь любимцев Татьяна угощает специальным десертом. Пирожное из говядины с добавлением моркови и петрушки. И сверху украшено творожным муссом. Эти лакомства даже звучат вкусно. Мясное чудо света из говядины с кусочками тыквы. Счастливчик из печени и брюссельской капусты. Или хороший мальчик с творожным муссом. Название Татьяна придумала сама, как и рецепты. Говорит, вдохновил собственный пес. На его день рождения она впервые испекла зверский торт. Стаффорд оценил старания. Здесь основа, как у холодца всем известного. То есть я долго варю мясо, добавляю туда агар, и вот они застывают. Добавляются ягоды, овощи, чтобы это было максимально полезно. Иногда добавляю яйцо, ну, куриное или перепелиное тоже на украшение идет. Угодить собакам несложно, признается кондитер. А вот угадать вкусы кошек получается не всегда. Кошки, они на самом деле очень привередливые. Вот, им очень сложно, ну, так угодить. Они, если привыкли к какой-то пище, то они только ее едят. Вот, ну, я могу, да, и рыбный могу сделать тортик. Вот, самый большой торт, который я делала, он на два с половиной килограмма, двухэтажный. Он украшен рулетиками из языка говяжьего, ягодами и петрушкой. На этот праздничный торт, рассказывает Елена, ее питомцы до сих пор облизываются. Десерт кинолог заказала на юбилей питомника Далматинов. Самое сложное, говорит, было донести десерт до стола. Питомцы начали принюхиваться в коробке, когда мы ее только водрузили на стол, еще в коробке. Как только она была открыта, все собрались вокруг, и им уже было очень интересно, что это там такое вкусное. Фотограф у нас даже переживал, успеет ли он сфотографировать все это. Чтобы оценить вкусовые качества необычного десерта, мы решили пригласить независимого эксперта. Знакомьтесь, это Зиги, брюссельский грифон. Обычно ест сухой корм, но от кусочка вареной курочки не откажется. Посмотрим, как ему это пирожное. Ну что, буквально в один укус ушло. Пока необычные десерты Татьяна готовит на своей кухне. Однако девушка мечтает открыть большой цех для новых клиентов с хорошим аппетитом и, главное, хорошим вкусом. Мария Новикова, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.